КФУ О современной политике. Чем она отличается от вчерашнего дня и что будет завтра? Об этом поведал сегодня Олег Морозов, студентом Казанского федерального. Вот сегодня мы понимаем, в какой стране мы живем. Мы понимаем, что делает власть. Нравится или не нравится. С ошибками или без ошибок. Быстро или медленно. Это уже другой вопрос. Но людям, тем не менее, понятно. Отучившись и проработав 11 лет в Казанском федеральном, Олег Морозов переехал в Москву. И сегодня, 2 сентября, приехал на родину, чтобы провести одно из первых занятий в новом учебном году самолично. Когда я говорил, будучи в Москве, работая на разных должностях, то я закончил Казанский государственный университет. Это все равно, что знак качества, который у него долгу. Казань – это город с тысячелетней историей. Казань – это город с потрясающими людьми, имена которых вписаны в историю Казани. Такими словами гордости к стенам родного вуза и города сегодня начал свой парламентский урок Олег Морозов. На протяжении лекции он на личном опыте рассказал, что предстоит изучать студентам, идущим по этому профилю. Чем отличаются взгляды на современную политику людей 90-х? Как менялась внутренняя и внешняя политика России? И что она о себе представляет на данный момент? И каковы ее перспективы? Политику России в отношении Ближнего Востока, в отношении Сирии, во взаимоотношении с Соединенными Штатами Америки, по Украине, по Крыму. Мы понимаем, что Россия вернулась. Абдуллин Камиль, Довлетиаров Ленар, Универньюз. Размер стипендии – крайне волнующий вопрос для студентов. В рамках прошедшей пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о стипендиях, которые будут получать студенты в 2016-м учебном году. Подробности смотри в сюжете Ксюши Дзен. Из более чем 44 тысяч студентов КФУ, почти половина имеет право на получение той или иной стипендии. В 2016-м году на бюджетные места поступили свыше 5800 студентов и магистрантов. Стипендии в Казанском федеральном традиционно устанавливаются выше рекомендованного Министерством образования и науки РФ уровня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об изменениях в Казанском федеральном, которые вступили в силу 1 сентября. Среди прочего изменения затронули и размер стипендий. Ректор озвучил конкретные суммы. Государственная академическая стипендия будет 1590 рублей. Студенты-отличники общего плана 2385 рублей. Повышенные размеры государственной академической стипендии имеются. Обычные студенты 2390 рублей, отличники 3185 рублей. Студенты старших курсов за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности выплачиваются повышенные стипендии. Вот третий курс 7000 рублей, четвертый курс 8000 рублей, пятый курс 9000 рублей. Магистратура стипендии 11500 рублей. По физико-математическим и естественно-научным направлениям магистратуры 15000 рублей. Изменения затронули не только студентов, но и преподавателей. Самая минимальная оплата у преподавателя это ассистент, не защищенный, то есть не кандидат наук, а ассистент. Вот получает базовую, я еще раз говорю, это не его зарплата, это базовая, ниже которой никто не имеет права платить. Это 20 на тысячу, ассистент, кандидат наук 26 тысяч, доцент, кандидат наук 30 на тысячу, профессор, доктор наук 45 тысяч рублей и заведующий кафедрой 50 тысяч рублей. Ксюша Цзен, Универньюз. А чем сегодня нас порадуют самые яркие и интересные новости Рунета? Узнаем в рубрике Веб-Ньюз. Не пропусти! Шесть татарстанских работ поборются за победу на Международном фестивале мусульманского кино. 60 фильмов из 33 стран также вошли в конкурсную программу 12-го Международного фестиваля мусульманского кино. Напомним, фестиваль пройдет в Казани с 5 по 11 сентября. Генконсул Турции в Казани открывает персональную выставку фотографий, сделанную в Татарстане. Выставка приурочена к 20-летию со дня открытия Генконсульства Турции в Казани. Татарстан станет пилотным регионом для ввода медицинской системы электронных рецептов. В нем будут указаны данные пациента и номер лекарства из реестра лекарственных средств. На учебу в Куфу прибыли магистры из Кубы. В течение двух лет 17 молодых специалистов будут перенимать опыт казанских ученых из Института геологии и нефтегазовых технологий. Жителям набережных Челнов презентовали новую набережную имени Габдула Тукая. На набережной Меликеске главе республики презентовали результат работ по благоустройству территории. Выложенные брусчаткой тротуары, пешеходные и велодорожки, места для велопарковок, светильники, скамейки, организованные места отдыха и спортивные зоны. В Казани в национальном комплексе Тугана ВЛМ установили памятник Ачпачмаку. 1 сентября в Институте психологии и образования Куфу стартовал новый эксперимент. В обновленном и перестроенном здании института начинает свою работу педагогическая магистратура с использованием новых образовательных программ. Вспомните ситуацию героя из кинофильма «Бриллиантовая рука». Упал, потерял сознание, очнулся гипс. Артес актера был бриллиантом, согласитесь, дороговато. А что будет, если к лечению перелома добавить новейшие технологии? Ответ знает изобретатель Инженерного института КФУ. Как известно, перелом кости довольно болезненный недуг. Более того, он долго заживает. Вне зависимости от сложности перелома, лечат его при помощи гипса, который всегда приносит массу неудобств. Чтобы избежать их, студенты Инженерного института КФУ Эдуард Галиханов и Глеб Мамонтов придумали новую модель ортеза со встроенным ультразвуковым аппаратом и изготовили ее при помощи 3D-принтера. У каждого пациента индивидуально сканируется его рука здоровая, затем программно она отзеркаливается и относительно нее уже создается 3D-модель, которую можно видеть на экране. Относительно этой 3D-модели на 3D-принтере уже печатается непосредственно сам ортез. Материалом для изготовления ортеза является полимер. Он прочный, поэтому выполнит свою функцию достаточно хорошо. Ортез со встроенным ультразвуковым аппаратом имеет не только красивый внешний вид, а также большие преимущества перед привычным гипсом. Ускорение и лечение, мне кажется, это самое основное преимущество. И ультразвук, и электротирование, это все позволит гораздо быстрее залечить перелом и избавиться от этого самого ортеза, несмотря на то, что он такой хороший. Электрические заряды нового ортеза создают постоянное электрическое поле, которое вместе с ультразвуком эффективно ускорит выздоровление. Ультразвук улучшает кровообращение, поэтому способствует заживлению костной ткани. Перелом заживет на 38% быстрее. Если говорить об физиотерапии именно ультразвуком, то она на 38% ускоряет. А если говорить про электротирование, то тут надо в зависимости от группы крови. Но, в принципе, тоже где-то на такой же процент ускорения идет. Лечение ультразвуковым ортезом обещает быть удобным и комфортным для каждого. Вне зависимости, спортсмен ли он музыкант или даже артист. Возможно, судьба Семена Горбункова развернулась бы совершенно иначе, если бы вместо привычного гипса ему надели новейший ультразвуковой ортез. Ведь он не только ускорит выздоровление, но и наверняка убережет любые драгоценности. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. 1 сентября первокурсники Казанского федерального университета активно выкладывали в соцсети фотографии с концерта у Чаши. Первые встречи с одногруппниками и вручение студенческих билетов. Наш корреспондент Диана Авакян заглянула в профиль новоиспеченных студентов КФУ и готова поделиться с вами самыми яркими снимками. Дождь и пасмурная погода совсем не испортили праздник первокурсникам Казанского федерального университета. И радостные улыбки на фото в инстаграме прямое тому подтверждение. Благодаря организаторам концерта День знаний у ребят была возможность сделать памятные снимки на фоне букв КФУ и Я студент. И таким образом навсегда запечатлеть первые мгновения студенческой жизни. Кульминацией праздничного концерта стало выступление рэпера Текилы, который не отказал поклонникам в совместных селфи. А настоящими студентами ребята стали только когда получили свой главный документ. Фото студенческих билетов с разных ракурсов и на разном фоне наверняка мелькали и у вас в ленте, если вы подписаны новоиспеченных студентов Казанского федерального университета. Немаловажный момент в жизни каждого студента – знакомство с одногруппниками, теми людьми, с которыми они пройдут долгий и сложный путь. Впрочем, активизировались в соцсетях 1 сентября не только первокурсники. Вернувшиеся после каникул в Альма-Матер студенты также делились своими снимками. Ну а мы поздравляем всех первокурсников КФУ с началом новой жизни и желаем, чтобы через несколько лет их профиль в Инстаграме заполнился фотографиями красного диплома на фоне главного здания. Диана Вакян, Неверньюс. На сегодня у меня все. Желаю приятного вам вечера и веселых пар. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова